Ну а мы сейчас возвращаемся к нашему опросу во Вконтакте. Говорили мы, задали вопрос, мы такой. Готовы ли вы к раздельному сбору мусора? И вот лидирующая позиция по-прежнему остается у нас «да», если вовремя будут мусор вывозить. Вообще интересно, что сегодня очень много комментариев по этому поводу. Многие спрашивают без системы переработки, в общем. И даже сами наши пользователи отвечают друг другу и какие-то ссылки пересылают, что вот, посмотрите, вот здесь есть такая, вот здесь есть такая информация. Это интересно, что людей действительно затронула эта тема, это живая тема. Так вот, когда же будут те самые раздельные контейнеры, установленные во всем городе Челябинске? Ну, мы, в общем-то, этот вопрос, в принципе, задали, потому что уже начали устанавливать. И в Академии Версайта, и в Парковом-2 уже появились площадки контейнерные с вот этим вот раздельным сбором. И сейчас более подробно об этом поговорим с Алексеем Петровым, заместителем генерального директора по производству Центра коммунального сервиса. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какое количество контейнеров уже установлено в Челябинске раздельного сбора? Да, доброе утро. На сегодняшний день мы сделали первый шаг к переходу на раздельный сбор отходов и установили 25 дополнительных контейнеров совместно с администрацией города на территории двух микрорайонов. Это Парковый-2 и Академия Версайта. В Академии мы установили дополнительные контейнера на 11 площадок, Парковом-2 на 14. Эти контейнера обеспечены наклейками, которые маркируют, в какие контейнера размещается вторичное сырье, в какие контейнера размещается смешанный мусор. А вот как там все-таки людям разобраться? То есть там два вида контейнеров сейчас. Вот для чего они установлены? Один вид контейнеров, в котором наклеена наклейка вторичное сырье, используется для размещения пластика, стекла, металлов, пленки, картона. Остальные контейнеры, размещенные на этих же площадках, маркированы наклейкой смешанные отходы, в которые уже размещаются пищевые отходы и все то, что непригодно к вторичному использованию. А как жители относятся к этому? Уже потихоньку привыкают или еще пока нет? Ну, первый опыт, наверное, показал, что первые, скажем, рейсы, что нет, еще не совсем вторичное сырье разделяется. Все-таки люди еще, наверное, не привыкли. Мы в связи с этим сейчас подготавливаем дополнительные материалы для того, чтобы людей ознакавливать, привлекать к этому, разъяснять все-таки, что может использоваться в дальнейшей переработке, что не может в ней использоваться. А вот вывоз вот этих контейнеров, он будет одновременным или в разное время осуществляться? Потому что вот до этого челябинцы заметили, что были уже контейнеры для сбора пластика, но в какой-то момент их просто перестали опустошать и они стояли переполненными. Нет, эти контейнеры вывозятся у нас различными машинами в разное время. То есть нам законодательство и санитарные нормы позволяют вторичное сырье вывозить один раз в неделю, в отличие от смешанного мусора. Для этих целей наша подрядная организация КВВС приобрела отдельный автомобиль для сбора вторичного сырья, который будет ходить по отдельному маршруту и забирать именно вторичное сырье. После этого он их будет доставлять уже на сортировочный комплекс Политаева, где эти отходы будут уже рассортированы более детально, более глубоко и направляться уже на переработку. А вот эта вот история с двумя контейнерами, это пока лишь мы приучаем людей к тому, чтобы собирать? Потому что все равно же вам приходится потом там сортировать на полигоне. Знаете, все-таки необходимость разделения дома, она связана в первую очередь с тем, что если эти отходы собираются вместе, и вторичное сырье, и все, то происходит дополнительное и загрязнение, то есть товарный вид, да, это все-таки сырье, это некий товар, который будет дальше использоваться. Он при разделении именно дома и размещении в разных контейнерах меньше загрязняется и более пригоден уже для разборки. Сортировать нам все равно будет необходимо, потому что количество вторичного сырья и того же вида пластиков, картонного, его на самом деле больше, чем мы на первый взгляд понимаем это. То есть только картонное, порядка 13 видов, да, у нас 7 видов пластика идет. То есть это уже более, скажем, надо профессионально, детально именно на сортировочном комплексе это разбирать, для того, чтобы направлять на определенные предприятия, занимающиеся утилизацией отходов. Мы будем надеяться, что жители все-таки Челябинска привыкнут к тому, что нужно разделять мусор и что вот это вот нововведение появится на всех контейнерных площадках нашего города. Ну а мы благодарим нашего гостя. Сегодня мы общались с Алексеем Петровым, заместителем генерального директора по производству Центра коммунального сервиса. Да, действительно, я тоже надеюсь, что это войдет в нашу привычку. Как говорится, 21 день и привычка готова. Главное завести второе ведро. Да, но у нас астропрогноз, для него ведра не надо, нужно просто послушать.